Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса сегодня с длинной и местами проникновенной речью. Помимо всего прочего, Зеленский настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты сбивали российские летательные аппараты в небе над Украиной. Поступать таким образом Белый Дом пока не намерен, однако события быстро движутся именно в этом направлении. Вскоре после обращения Зеленского, Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты только на этой неделе отправят на Украину оружие в общей сложности на миллиард долларов. Члены Конгресса от обеих партий поспешили сказать, что не считают эту меру достаточной. Смотрите. Не стоит забывать и о смертоносных дронах-беспилотниках. Раз людям нужна беспилотная зона, то они вполне могут создать ее сами. Нам нужно лишь поставить им необходимое военное снаряжение. Я полагаю, мы много чем можем помочь Украине в их стремлении сбивать российские летательные аппараты и ракетные снаряды. Мы должны включить в поставку Украине наши истребители и системы ПВО как можно скорее. Бесполетная зона над Украиной должна быть обеспечена. Нам следует удостовериться в том, что у Украины имеется все необходимое для собственной защиты, а в особенности защиты воздушного пространства. Мы наблюдаем единогласия у обеих партий. Предоставьте им МИГи, предоставьте им те самолеты, которые обеспечат создание бесполетной зоны. Итак, события меняются стремительно. На протяжении недели Вашингтон говорил нам, что создание бесполетной зоны над Украиной силами Америки равносильно военной атаке на ядерную державу, которой является Россия. Как видите, эти взгляды сильно эволюционировали, но отметим, что представитель от республиканцев Мария Салазар продемонстрировала это первой. Салазар чуть более года назад была избрана в Конгресс как член республиканской партии. Сейчас она занимает место в Комитете по иностранным делам. Недавно Грей Зоун задал ей вопрос, что она думает о бесполетной зоне над Украиной. Вот ее ответ. Вы поддерживаете идею бесполетной зоны над Украиной? Я поддерживаю все, что помогает украинцам и действует против Владимира Путина. Не будет ли это означать прямую военную конфронтацию с Россией? Я не знаю, что это будет означать, но свобода не достается просто так. Вы не знаете, что последует за решением сбивать российские самолеты для создания бесполетной зоны? Конечно. Я не знаю, что это будет означать, но свобода не достается просто так. На прошлой неделе мы посмеялись над таким ответом с Алазар, но сейчас речь уже идет о единодушии в Вашингтоне. Мы не знаем, что за этим последует, но мы должны сделать это незамедлительно. Никто не хочет произносить это вслух, но это так. Сейчас прямое военное столкновение с Россией похоже неотвратимо. Как можно избежать войны с Россией, когда практически каждый человек у власти выступает за нее? Мы остаемся против войны. Мы считаем, что вступление в войну в Восточной Европе навредит нашей стране. Однако для ясности, когда и если война наступит, мы будем молиться за полную победу Америки. В отличие от многих политиков, мы в самом деле любим свою страну сильнее всего на свете.